МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живот в кустах крапивы вслед за героями советского кино, конечно, мы не будем, зато нарвём это прекрасное растение для того, чтобы сварить из него варенье. Зелёное, но крайне полезное варенье сегодня готов вместе с шеф-поваром Николаем Гельмульным. С чего начнём? Каждый может без труда найти крапиву, но не каждый знает, что из неё можно варить прекрасное вкусное варенье. Мы будем классический рецепт старинный делать, то есть просто крапива и нёд, и немногое с добавлением сока лимона. Мы сначала отделяем листья, желательно делать это в першатках, кто не терпит, потому что крапива жгучая, уже не молодая. На стандартную литровую баночку примерно килограмм листьев и мёда около 300 грамм. Валерия, наша крапива почищена, теперь мы будем её ошпаривать кипятком. Это нам нужно зачем? Ошпаривать крапиву мы будем для того, чтобы она была заранее готова, так как в мёде её варить долго мы не будем. А сколько нужно её, чтобы прокрылась колость? Да, нужно её полностью всё залить. Крапива будет остывать, а мы пока растопим мёд. Замечательно. А по выбору мёда, пожалуйста, уточните, любой мёд можно брать? Лучше брать либо липовый, либо цветочный. Мёда уже достаточно у нас накалена. А есть какая-то температурная у нас ограничение? Нет, нам нужна просто высокая температура, чтобы довести мёд до кипения. И он растаял. А как сделать так, чтобы при использовании воды он не подгорел? Ну, мёд, в принципе, не подгорит. Ему очень долго нужно накопить из этого, чтобы подгореть. Крапива остыла, остаётся её нарезать, положить в мёд и заправить это всё лимонным соком. Хорошо. А ещё как нарезаем её крупно-мелко? Режем, конечно, помельче. То есть, как, знаете, как черепшу, или как просто зелень. Какое самое необычное варенье в своей жизни вы пробовали? И понравились ли вам такие вкусные эксперименты? Ну, наверное, самое необычное. Как-то в сезон мы готовили тыквенное варенье. Для меня это тоже было очень неожиданно. Меня попросили приготовить. И я прям был удивлён вкусом. Мы сделаем лимонный сок. Закладываем в кастрюлю с мёдом крапиву. И доводим до кипения. Наше варенье уже покипело несколько минут. Осталось добавить сок лимона и закатать в банки. Мне кажется, это будет восхитительный кисло-сладкий вкус. Только поджуете хорошо. И пока варенье горячее, нужно её наполнить и закрыть. А сколько такое варенье может храниться? Очень долго, если всё сделать правильно. То есть, стерилизовать банка стерилизованная была уже, варенье залито было горячее, то оно может храниться, то есть, очень много лет, на самом деле. Дорогие друзья, открою секрет, что мы с Николаем раньше не варили такое варенье. И тем более, никогда его не пробовали. Поэтому сегодня у нас есть уникальная возможность сделать это. М-м-м, похоже на крапивное варенье. На самом деле, да, интересный такой вкус. Непонятно, что это крапива абсолютно. Такой медово-лимонный вкус. Я думаю, когда оно остынет, оно будет ещё в тысячу раз вкуснее. Конечно. Делайте заготовки на зиму, варите крапивное варенье, записывайте рецепты. И смотрите «Утро» на Енисея. Субтитры подогнал «Симон»!